и снова здравствуйте и так значит валлия есть значит его есть давайте попробуем вот этого персонажа тоже настроить да только он значит будет теперь без рига будем только настраивать значит драйвером и будем просто прописывать локрот без костей так значит что у нас голова привязана от главное у нас здесь тело и вот к телу привязана наша вот эта голова через shift control пи object keep transform и все части привязаны также так у нас здесь идет отдельный значит вот этот шар давайте ему шейдер смут назначим и вот это вот балда которая он чистит значит полы так тут другой вопрос как это все он нагинается надо посмотреть мультфильме потому что модель вот такая но он должен в принципе да по-хорошему если он будет затирать пол то он должен нагинаться где-то это шиздец как он должен нагинаться да допустим вот так здесь голова тоже должна так control z голова тоже должна нагинаться значит руки вот эти должны с это origin 3d геометрия так как-то значит тут сюда аж выходить и у так уж опускаться вот что-то такое конечно лучшее конечно бы настроить их это все дело на косточке было бы все это прикольно да но сейчас пока другая система для понимания как происходит вращение вот этой части вот и вот этого колеса значит так выбираем сначала колесо вот она так я тут чуть-чуть подрисовал вот видите чтобы вы видели как она будет крутиться панель открываем находим и там находим драйвер и смотрим локация у него видите идет по игрек control z а ротация у него крутится он значит по их сумм значит мы открываем x находим и драйвер находим за какой частью он будет двигаться и крутится это тело этого персонажа так теперь значит у нас получается эти драйвер и здесь стоит x локация но он у нас по локации движется по игреку значит нужно поставить y локация и теперь смотрите когда мы будем двигать его персонажа вот увидите что у нас колесо крутится но она крутится не туда куда нам надо да значит что нам нужно edit mode вот где вар стоит 0000 впереди вот этого вар поставить минус это все он поменяет ось вращение следом стоит плюс 00 давайте поставим так 571 571 они 531 так смотрим насколько будет все это дело вращаться все вращается все нормально можно поставить поменьше допустим сколько там скорость нужно это до 5 так . 31 смотрим что теперь будет нормально крутится так в нужную сторону кстати крутится куда он едете пульса минус поставили control z так то же самое делаем на вот этот наш ёршик добавляем ему смотрим опять же по игрек куда он движется точно такое же движение у него и по иксу он крутится вы видите да control z теперь опять же на x ну можно взять этот драйвер скопировать его копий драйвер и поставить вот на этот ёршик пас драйвер теперь если мы будем его вести вперед так control z так вот за зелененьком и увидите наверно видите что он вращается да так вот там все это дело вращается за нашим корпусом control z вот так можно делать значит прописывать его анимацию вот движение вперед без костей как это прописывается ну вот нужно поменять ось вот этим привязки смотрите вот допустим есть у нас персонаж заходим нажимаем образ так это origin 3d масса видите где у нее масса находится вот тут вот аж по середине вот теперь нужно поменять массу это привязку почему потому что тут два значит две детали если можно значит ну как сделать edit mode и допустим l отделить вот эту деталь потом отделить вот эту деталь так потом значит l вот это это будет пи экшим допустим а это деталь будет отдельная смотрим теперь если мы выберем вот эту деталь и привяжем с это origin 3d как видите вот уже у нее вращение на плече вот но все равно это не точно просто нужно чтобы она стояла а вот в этом месте и и теперь если так тут будет центр вращения так да будет тут центр вращения то тогда мы можем зайти в edit mode и нажать shift и нажать курсор to selected вот к этой части да так это shift с курсор to selected все равно не туда он привязался а ну ка если можно будет так shift с актив с этим я делал давно не разбирался так значит shift control так shift с и пол с с этим делом тоже нужно опять посидеть и вспомнить как это дело происходит как уже control пи object keep transform и когда вот эта штука просто это origin 3d массе масса все равно по центру не стоит все это дело разлетелось улетела control z control z ладно вернемся назад с этим делом я значит давно уже не разбирался как это все дело привязывать надо посмотреть значит ролики вот будет чем заняться кстати теперь значит есть у нас персонаж крутится все у него крутится колесо крутится если мы персонаж по какой оси у нас крутится давайте посмотрим так control z по z по моему значит y x отключаем чтобы можно было его просто нормально крутить чтобы он не заваливался в это в бок и вы видите что значит вот он повернулся так стрелочкой уже не получится наверно так стрелочкой уже не получится наверно его вести а вот g клавиши видите куда вы ведете туда он и крутится так что для анимации это в принципе нормально control z control z control z так теперь голова так если руки он значит должен так если руки он значит должен то есть назад вернем пилот ну короче получается вот такая штука да так control z выбираем наш крутящийся момент и получается что мы все это дело тупо перекручиваем ну потом можно подставить вот так чуть-чуть можно теперь наклонить тело так не понял а не те оси закрыл да control z вот тогда нам если вертеться нужно вот так не y по x вот он наклоняется и попер короче все чистить этот пол тогда у него здесь голова так насколько так она оп ну и чуть-чуть назад допустим вот так она вот уже кое-что допустим и все это дело прописывается и он может значит то я готовая анимация давайте вернем это все control z control z назад так тройка на нампаде и значит прописываем а и окрут так на десятом допустим на двадцатом кадре он проезжает вперед куда-то вот тогда прописываем и окрут потом на сороковом кадре он должен развернуться вот так вот и как а и окрут потом у него где-то на пятидесятый выходит голова поворачиваются и окрут на шестьдесят на шестидесятом кадре значит альт-джи альт-с так эта штука здесь не работает получается нужно вернуть назад методом кручения до так и окрут и теперь получается значит лапы вот эти на семидесятом кадре значит р опускаем подводим где они и были а подождите control z control z надо же еще этот а в том подождите это так доведенного назад и вокрук так и окрут выбираем наш этот валик выбираем наши вот эти руки на 70 кадре как под углом мы это все дело перекрутим опустим подгоним пишем а и ок рот и где-то на восьмидесятом опускаем теперь голову так лучше привязать с этой 3d геометрии как будет лучше крутиться так вот он опускает и значит а и вокруг как как так пардонки так вот этот кадр до выбираем только голову здесь она уже упала вопрос здесь она наклонилась голова была прописана ну давайте мы это подставим посмотрим что произошло так и окрут джи и значит надену тут на первый кадр cfd переведем нашу голову пропишем ее и окрут так теперь где прописана голова вот здесь да и поднимем окрут эти значит кадры делить можно удалить чтобы голова у нас не падала вон и значит так теперь на девяностом кадре этот гаврик у нас значит джи так семерка на нампаде значит лучше сверху это все дело смотри джи проезжает вперед и вокруг рот единица на нампаде семерка на нампаде на сотом кадре он значит перекручивается вокруг рот так и теперь врачу в добрый путь допустим до 150 года так а и окрут допустим ничего не упала здесь тоже тогда давайте а и окрут а и окрут так теперь нам понадобится камера включаем камеру делаем ноль на нампаде выбираем нашу камеру shift f отбегаем подальше на первый кадр смотрим на персонажа допустим с какого-нибудь ракурса ну вот этого наверно конечно колеса этого верчения не будет видно но вот эта болванка будет значит нормально рендерится наверно shift f так внимание на пол правило трех трех третий устанавливаем так shift f нет ctrl z shift f и вот как то вот так мы его возьмем вот прописываем так д камеру можно обязательно привязать значит к нему ctrl p object и теперь он будет двигаться и камера будет двигаться с ним вот раз оп ну где то конечно там камеру можно еще переписывать передвигать допустим вот на каком то на этом кадре выбираем камеру вот так значит на первом кадре прописываем и walkroad дальше вот он едет поворачивает прописываем и walkroad вот уже прописано и теперь значит где он ставит вот эту штукенцу на семидесятом кадре да shift f облетаем нашего персонажа и walkroad вот уже облет камеры есть так теперь он значит семидесятого кадра он попер чистить пол и до какого там кадра у нас допустим до сто сорокового shift f делаем камеру перекручиваем g так shift f а shift f назад 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 так и здесь он уже следит за нашим персонажем так как shift m m камера так и окрут и теперь shift f уходим в бок вот как назад и вокруг и смотрим что получилось вот здесь вот перекрутка не изгут ну принципе тоже прикольная да пол показывает другого ракурса вот облёт тоже прикольненько так можно так и оставить нет тогда можно здесь вот делом начинает раз выровнять shift а к подровнять камеру прописать и и окрут и когда уже тут будет все ровно так значит вот ступенция значит тут немножко у нас надо бушку подправить и окрут а тут уже я думаю с головой более обменяем порядок да он уже живая голова вы движуха вот пошла раз эти раз два прикольно так немножко может его раскрасить как сам-то он материал у него значит не серый а белый так теперь вот это лампа ну красная да давайте зайдем в edit mode выберем голову выберем вот эту верхнюю часть добавим материал новый добавим красный цвет и значит и сижен добавлено теперь надо вот на эту штуку вот на эту значит сделать черный цвет так делаем еще один материал new новый цвет вот где-то вот таким вот образом как ну как-то так-то это будет у нас значит черный цвет и сижен назначаем все у нас тут как а ну-ка так и сижен так теперь нам понадобится тело ну вот уже что-то раскрашено можно вот эту даже шею тоже подкрасить черный ну там нас моей так вот это так назначаем тоже давать вот этой штуке edit mode английская здесь попроще значит добавляем новый материал тут просто будет черный и сижен ну и вал тоже он не черный будет допустим вал у нас отдельный мы просто назначим материал какой-нибудь ну можно там так control z весь материал на всех настроился нужно то удалить его новый выбрать и дам какой-нибудь ну пусть будет серый да можно верхнюю сделать вот так это пусть будет черная то так это дело мы пока аж скрываем вот это тоже скрываем и нам понадобится вот этот персонаж так как мы сделаем тоже мы выбираем заходим в edit mode и выберем значит так 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 и выберем мы полигоны так а вот здесь они что то не хотят на этой штуке выбираться тут трисы но не суть вопроса делаем рентген и значит вот такую штуку так все выбралось а вот это когда c выбираем принципе прикольно что и сзади будет выбран значит c побольше делаем и на колесико даем мы отключаем там какие-то цвета можно было сделать вот так вот и потом аж а потом вот это вот выбрать как только на нампаде единица нампаде и тогда вот этот тукенцию выбрать ну и назначить ей так новый материал new черный цвет но там буков не будет с надписью MO так и сижим ALT H возвращаемся назад заходим в edit mode рентген отключаем выходим на вот эту штуку и вот у нас уже можно потолще сделать просто больше потом выбрать ну тоже прикольно как вот этот чё у нас опа как edit mode L L P election этот придется отключить и тогда на этот применим сейчас этому значит удалить вот этот цвет и будет красный и этот тоже и привязать его ctrl p object keep transform или просто object так ну еще можно глаза красные два квадратика добавить но это уже понятно да как все это дело делается ну вот уже веселей гражданин значит раскрашим но вот только теперь у него проблема будет вот с этим нашим знаком значит alt p clear transform он привязывается назад снимаем с него предыдущие привязки и вот теперь привязываем ctrl p ну пусть будет обжиг так на него на этот пендюх удаляем все наши анимации и тогда он будет нормально уже себя вести так ну вот такая еще информация да так что у нас там сдалека ну сдалека это еще прикольно выглядит уехал вдаль вот так за горизонт вот такой персонаж без рига все всем пока до свидания не не Продолжение следует...